Здравствуйте! Зовут меня Михайлова Любовь. Я преподаю в Старовешевской школе искусств и являюсь членом творческого объединения «Вдохновение» Республиканского Дома Народного Творчества и Кино. Сегодня вы увидите видео-мастер-класс «Народная обереговая кукла-веснянка». Несмотря на то, что весна уже началась и вовсю делает свои дела, тепло мы так и не ощутили. А все потому, что мы с вами не сделали вот такую куколку. Народная обереговая куколка-веснянка. Она является символом прихода теплого времени, а еще оберегом, который защитит ваш дом от негатива, принесет счастье и радость. У этой куколки есть много имен. Авдотья, Плющиха. Плющиха потому, что тает снег и плющится. А еще свистунья, потому что весной дуют сильные ветра. Выглядит эта куколка тоже по-разному. На севере она в платочке, а на южных районах у нее длинная красивая коса. С этой куколкой могут играть и дети. Некоторые играют ее с ней как марионеткой, дергая за ниточку. Эта ниточка очень удобная. Когда ребенок перестает играть каким-то причинам, чтобы не потерять куколку, ниточка обвивает вокруг пуговицы. И куколка не потеряется. Есть еще один вариант, когда коса в виде петли. Эту петлю можно надеть на руку. И также не переживать, что куклу где-то можно оставить. А когда приходит время игры, можно куколкой опять играть. Итак, нам нужно, прежде чем приступить к изготовлению куколки, помнить основные правила. Делают эти куколки только женщины. Мужчины не допускаются. Используем только натуральные ткани. И никаких ножниц и иголок. Делать такую куколку нужно за один день. И на растущей луне. Ну что ж, приступим. Нам необходимо 4 кусочка ткани. 3 белых. И цветной для юпочки. Самый большой кусочек, примерно 30 на 12. Из него мы будем делать туловище и головку. Следующий кусочек, 10 на 12, будем делать руки. Нам понадобятся совсем маленькие для фартушка. Кроме этого, нам нужны будут красные нити. Так как в обереговых куклах используется красный цвет. И цветные для волос. Конечно же, можно куколку украсить кружевом, различными ленточками. Но обязательно учитывать, чтобы это был натуральный материал. Итак, приступим. Берем самый большой кусочек. Берем вату или ветошь. Выкладываем примерно в середину. Итого заматываем. Формируем головку. Нам нужно приготовить красную нить. Для того, чтобы сформировать шею. Нитка где-то метр. Большой кусочек. Находим середину. И от себя формируем. Завязываем на три узла. Завязываем всегда на нечетное количество узлов. В данном случае мы завязываем на три. Ниточку не обрезаем. Она нам еще пригодится. Для того, чтобы соединить руки с туловищем. Руки скручиваем в такой вот рулончик. Берем ниточку. Опять же, от себя по ходу солнца формируем ладошки. Завязываем на три узелочка. Пока мы с вами лишнюю ткань, а не ручки, мы можем с вами лишнюю ниточку отрезать. Если концы у нас большие, можно завязать бантик. С одной ладошкой мы справились. Приступаем к другой. Не забываем, что мотаем мы по ходу солнца и завязываем на нечетное количество узелков. После того, как завязали, нужно ладошки расправить, чтобы они получились аккуратные. Ручки у нас готовы. Теперь берем нашу заготовочку туловища. Вставляем между двумя концами. Следим, чтобы ручки были симметричны. Подтягиваем под самую головку. Концы мы большой нитки не обрезали. Теперь мы формируем крест. Переходим на талию. После того, как у нас на туловище появился крест, куколка приобретает защитную функцию. Так как крест это солярный знак и он имеет защитную силу. Закрепили на спине. Если ниточка длинная, делаем еще обороты вокруг талии и завязываем опять на 3 узелка. Узелков может быть и 5, и 7. Я думаю, здесь нам достаточно 3 узелка. Куколка у нас имеет ручки, головочку. Теперь нужно ее приодеть. Я подготовила три куска яркой ткани. Можно делать одну юбочку. Нам нужно ее присобрать и закрепить вокруг талии. Но часто с этим бывают трудности. Тем более, если работать с детьми. Поэтому я советую пока месть эти три ткани еще не на кукле или одна. Вперед и уголкой собрать ткань. Присобрать ее так на ниточке и завязать вокруг талии. Завязываем опять мы на три узелка. Если у нас с вами получились длинные края, обвиваем вокруг юбки и закрепляем ее еще сильнее. Теперь куколка наша одета. Осталось нам делать ей прическу. Для этого мы берем цветные нити. Нам понадобится два отреза. Большой у нас 36 см. Маленький 30 см. Маленькие нити мы завязываем отступив примерно полтора сантиметра и сразу подравниваем края. Для того, чтобы потом на кукле мы не резали ножницами. С этой стороны тоже края подравняли. и проверили, чтобы на этих ниточках края были одинаковые. Теперь мы берем продеваем волосики в петлю. Протягиваем до середины. опять выравниваем края. Находим серединку. Вкладываем челочку на лубик. Проводим назад. и красной ниточкой закрепляем на шее. Делаем витки вот себя. Завязываем на три узелка. концы ниток у нас останутся волосиков. Их видно не будет. Затем волосики поднимаем вверх и завязываем узел. поднимаем вверх. Вправляем. теперь нам надо заплести коз козу плетем туго она у нас должна вверх стоять не падать украшать косу можно цветочками бусинками конечно же за вязать яркую ленточку я выбрала красного цвета завязываем бантик чтобы прическа хорошо держалась и берем кружева и закрепляем вокруг головушки нам осталось привязать фартушек вкладываем фартушек на лицо куколки и привязываем перед этим фартушек тоже можно украсить можно пришить тесьму вышить это уже на ваше усмотрение оставляем концы под фартушкам их видно не будет и не забываем три раза завязать узелок наша красавица готова теперь она может оберегать ваш дом приносить счастье здоровье благополучие быть ярким украшением вашего интерьера мужчине можно подарить эту куколку с пожеланиями быть всегда молодым и радостным женщине быть очаровательны и обаятельны а в дом она вам принесет счастье здоровье и радость мира вам и добра bor Männer lijщик счастье ос